добрый вечер друзья да я вас всех приветствую и хорошо ли меня слышно хорошо ли видно отметьте пожалуйста так чтобы я знала процессе нашего общения еще будут подключаться люди у нас время поэтому мы начинаем и сегодня я наталья косполова я провожу вебинар компании skywolf комьюнити простые шаги приводящие к успеху и я подготовила для вас очень интересную тему но прежде чем ее развернуть чтобы поработать вместе с вами я хочу представиться меня зовут наталья косполова я педагог педагог художник я творческий человек и однако же я тот человек который занимаюсь бизнесом уже давно бизнесом системе млн я также являюсь инвестором компании skyway я также имею квалификацию большую структуру и желаю для вас передать опыт и также моя цель и задача чтобы вы продвинулись вперед к своему успеху на несколько шагов в данном вебинаре вы это почувствуете и также передадите своим партнерам итак начинаем сегодня наша тема как достигать больших целей вместе и план вебинар я хочу поговорить с вами о технологии определения диск что это такое я для вас разберу потому что мы работаем с людьми и конечно нам встречаются разные типы людей и вы пройдете также тест самоопределение кто-то из вас себя себя действительно обнаружит себя поймет получше и также будет лучше понимать других людей и дальше взаимодействие с разным типом клиент и типов типом клиентов взаимодействие я вам покажу через презентацию и через те ответы которые могут быть и как типичные типичные у разных четырех типов людей дальше мы разберем с вами какое же понимание движет людьми что же движет людьми какая мотивация каковы убеждения каковы ценности и ну и дальше это взаимодействие создание действующей команды в каком случае команда команда будет у вас действующая и какими методами да действительно можно будет ее строить но а фишки построение команды и отработки многих методов я проводила до этого по нескольких вебинарах и в конце кто желает я могу сбросить и есть готовые школы записи сюда в чат когда мы будем с вами общаться вы пожалуйста задавайте вопросы вы можете что-либо писать и мы будем вместе взаимодействовать хочу вам сказать что одна из методик по классификации людей на основе их эмоций была создана Вильямом Марксоном это называется это называется классификация классификация диск кто из вас знает данную классификацию кто из вас может быть проходил тестирование в данной классификации очень много компаний бизнес компании они подбирают персонал исследуя людей именно через данную такую основу Вильяма Марксона он психолог практик писатель и бизнесмен он создал данную систему для чего для того чтобы набрать персонал и преодолеть сопротивление одной из компаний в которой он работал в двадцатых годах в двадцатых годах в Америке когда 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 переходило телевидение кинематограф с снимова на звуковой его пригласили именно преодолеть такое сопротивление аудитории и его книга эмоциональ эмоции нормальных людей вышла в 1928 году почитайте пожалуйста она очень интересная есть в переводе в интернете и с кем бы вы с кем бы ты не имел дело тебе надо знать его натуру привычки суметь понять и убедить в этом суть его послание и на этом сейчас будет базироваться наша школа вот эти определения существует четыре основных типа поведения поведение человека на что человек ориентирован вот эта система диск да д первое это достижение и это креатив общение с это устойчивость и отношения и это логика анализ и контроль и сейчас я хочу вам показать что да это определение имеет свой цвет очень много различных психологов создают колчей создают собственную такую систему и определяют красный тип желтый зеленый и синий но в чем то они все перекликаются это это определение системы диск это для обычных людей не для психологов а для бизнесменов и так давайте мы посмотрим и разберем для того чтобы создать организацию или иметь хорошее взаимодействие заключение сделки с клиентами там то есть нужно понять и себя и человека напротив так вот чем же отличается тип такой тип как достигатор или движок организации основные черты во время беседы он берет инициативу в свои руки зачастую категоричен четкая громкая речь сплитчик упрям ему нравится выносить изменения в разные сферы жизни любит лидировать вести за собой целеустремлен стрессоустойчив ему важно одержать побегу важно иметь уважение к себе и за свои достижения походу вы можете чувствовать какие же есть черты именно у вас какое же какое же может быть взаимодействие с данным типом людей с ними можно четко выражать свою позицию или описывать ход работы давать конкретные задания если это касается бизнеса это то что есть у вас уже такие люди в команде и хочу сказать что эти люди они расширяют зону роста потому что они ищут решение сами таким людям действительно абсолютно не надо соломку постелить или подгонять или наставлять или гладить по головке но эти люди вы знаете они избегают критики спора и повышение голоса то есть они этого не любят сами они могут повышать голос или спорить вот как с ними дальше взаимодействовать давать возможность выбирать поощрять спрашивать совет эти люди очень свободолюбивые поэтому они любят именно такую свободу что они выбирают сами и поверьте они выберут лучший и оптимальный вариант да с ними занимать важно позицию партнерства а не начальник типичное высказывание людей из типа д нам нужна одна победа мы за ценой не постоим то есть вот так идет такое определение этих людей типичное высказывание давайте помнить об основном мне кажется мы слишком углубляемся в детали действительно эти люди они смотрят в суть а в деталях они разбираются по ходу потому что они слишком стремительны и им очень важно идти к победе следом хватит размышлять давайте уж делом займемся следом мы потеряем время если мы не станем и так далее хватит воду лить задача ясна давайте расходиться и действовать вот это действительно фразы лучших руководителей фразы лидеров фразы тех людей которые создают организуют процесс если мы возьмем коммуникатора коммуникатор коммуникатор это и желтый то какие же общие характеристики этого типа он красноречив эмоционален активно жестикулирует большой оптимист а внешний вид его ярк необычен он не прочь повеселиться развлечь людей наверняка вы встречали таких людей среди таких как тамада допустим или очень яркий такой человек который имеет может быть яркую одежду ему нравится быть на виду веселить шутить но однако же он очень умен инициативен и готов прийти на помощь безвозмездно есть такой тип как чип и дейл придут на помощь он демонстрирует оригинальность любит риск умеет убеждать но хромает сам организация его действия сложно предугадать зачастую он на какие-либо встречи опаздывает потому что он не укладывается может быть в расписании прежних встреч ему нужно очень много сказать очень много рассказать заявить о себе и он теряет время обобщает преувеличивает не самый лучший слушатель ему очень важно чтобы его слушали а он будет получать большое удовольствие и вам вам он скажет что вы замечательный собеседник не обладает жесткой дисциплиной срывает договоренности взаимодействие с коммуникатором важно быть гибким делать комплименты восхищаться давать возможность высказываться и внимательно его слушать он генерирует новые идеи не боится перемен любит все уникальное и эксклюзивное и эксклюзивное поэтому создает увлекательные презентации вечеринки любит входить в элитный клуб вы можете этого человека увидеть если у него эксклюзивные яркие ботинки или оранжевый галстук с бегемотиками зелеными вот или у девушки допустим портфельчик со множеством страз яркий чехол для смартфона и так далее важно такому человеку выговориться о сроках важно с ним договориться важно с ним договориться о сроках и напоминать и желательно конечно критиковать потому что они не понимают за что типичное высказывание и коммуникатора и его девиз красивом человеке все должно быть красиво типичное высказывание этого коммуникатора великолепная идея думаю что я легко смогу его уговорить вот посмотрите если есть такой человек в вашей организации то действительно у него такая самооценка он знает свое мастерство коммуникации и он всегда об этом говорит я думаю что легко смогу его уговорить и самое главное чтобы именно коммуникатор он учился завершать сделки с людьми квалификации D и C не беспокойтесь это я точно смогу сделать я же профи вот и действительно за его плечами много побед и он имеет что сказать и он всегда знает что сказать я знаю кое-кого кто может оценить данную работу по достоинству и так дальше интегратор или верность традиции и и что это за тип людей общие характеристики интегратора люди это люди гармонического типа они больше думают о людях нежели о себе им важно чтобы был комфорт и в работе и с людьми и в отношениях наверняка вы часто слышали что такие люди говорят что важно чтобы отношения были гармоничными мне очень нравится с этим человеком комфортно общаться и так далее они хотят ближе познакомиться с человеком понять его а потом приступить к работе именно такие люди интеграторы они часто идут за людьми и идут за людьми которые которые им понравились с которыми им комфортно работать и такие люди с трудом реагируют на перемены они им очень важна зона комфорта они не вступают в конфликты идут на компромисс терпеливы приветливы внимательно слушают умеют концентрироваться на поставленных задач и эти люди они замечательные друзья какое же взаимодействие с интегратором с ними конечно важно быть приветливыми не повышать голос они очень обидчивы демонстрировать знания и навыки помогать обучаться новому делу они очень для них очень важна поддержка поддерживать разговор на личную тему и не забывать что ему важны отношения всегда важно спросить как твоя семья как твои дела как твои дети и внимательно послушать поддержать рабочий процесс планировать вместе с ними самостоятельно они редко берут инициативу на себя нужно дать время на принятие решения этим людям стать лидером и двигателем для него понять его мотивацию и напоминать о ней а его мотивация зачастую это помогать людям здесь в нашей компании они могут серьезно себя применить в каком плане это помогать минеральному конструктору это помогать планете это улучшать экологию и так далее типичное высказывание интегратора его девиз и нам приятно что вам приятно типичное высказывание давайте выслушаем мнение всех сотрудников давайте выслушаем мнение я хочу выслушать мнение я хочу выслушать мнение моих друзей и так далее и у него также идет подход если в бизнесе у него также идет подход я я хочу услышать ваше мнение если он делает какой-либо контакт по телефону и так далее у него это всегда вперед идет думаю что это не стоит того чтобы затевать спор он всегда является такой вот знаете вот как как рессор он всегда сглаживает и он похож на герои из мультфильма ребята давайте жить дружно кот Леопольд да еще если вас это устраивает устраивает и меня я полностью поддерживаю политику компании в том как мы выполнили выполнили работу до последнего выполняли работу до последнего времени есть свое рациональное зерно почему именно таким образом он говорит вот в последнем выражении потому что зона комфорта для него она важнее и этот тип людей он не стресс устойчив подается всегда стрессу когда он начинает идти на риск и попадает в зону роста есть еще один тип с которым тип людей с которым я часто сталкиваюсь в нашей компании свс именно здесь с этим типом людей я очень дружу люблю с ними общаться потому что для меня аналитики это просто-напросто очень хорошая опора и я творческий человек с правополушарным восприятием мне действительно очень важно чтобы такой человек как аналитик слева полушарного восприятия был рядом и был помощником какие же общие характеристики аналитика нетороплив основателен взвешивает все аргументы за и против задает много вопросов по технологии вникает в детали всегда нуждается в дополнительных исследованиях и дополнительной информации знаете вы таких людей дальше говорит неспешно прибегает к фактам прибегает к цифрам очень часто говорит монотонно следует инструкция пунктуален стремится сначала все понять изучить а потом действовать знаете таких такие люди действительно они когда все понимают во всем разберутся они имеют очень хорошую почву под ногами для них разговор аргументами гораздо важнее чем разговор эмоциями если коммуникатор эмоциональный коммуникатор он может часто менять исходить из компании в компанию он может часто менять место работы потому что это для него самое главное самое важное это творческий порыв творческая реализация то люди с аналитическим складом ума они привыкли к цифрам и к порядку чтобы все было по порядку и для них если взять компанию это самое милое дело здесь реализоваться и вести за собой своим аналитическим умом многих людей взаимодействовать с аналитиком говорить медленно внятно понятно оперировать фактами и сроками описывать этапы работы с ним поясняя логику процесса аргументировать свою точку зрения и не навязывать ее предоставить ссылки на экспертные сайты и материалы познакомить с профессионалами технической части ну и также показать достоинства работы по маркетингу он может все сам просчитать сам по себе маркетинг маркетинг план который имеет в нашей компании аналитик он сам может его как только он его изучит вам сам расскажет все его преимущества и просчитает полностью все цифры и все выгоды это его самая важная мотивация это цифры типичное высказывание аналитика вот его девиз это нормальные герои всегда идут в обход так вот какие же типичные высказывания в рамках нашего бюджета мы могли бы достичь только у них все просчитано вот таким образом мы никогда не достигнем цели давайте еще раз проверю расчеты мы уже все просчитали а вы просто меняете сроки и говорите что все получится это кто-нибудь проверял дайте мне цифры и я сделаю точные расчеты дивиденды да и различные различные типы людей они очень важны в команде и конечно с ними взаимодействовать на презентации и на сделках знаете очень очень если вы это поймете то вы станете профессионалом вам очень важно быть наблюдателем и вот это наблюдение наблюдение за собой наблюдение за человеком приведет вас к успеху обратите внимание вот на этот тест нарисуйте пожалуйста две шкалы одна внизу другая верху и верхняя часть до шкалы это 100 дальше здесь D и S диск что дальше тест у вас есть 100 очков и имея 100 очков вам важно оценить свое поведение в реальной жизни исходя из типов человека все ваши оценки должны быть выше нуля не должно быть равных значений сумма всех четырех шкал столбиков должна равна быть 100 то есть вы создаете такие столбики вот такие столбики здесь будут столбики так дальше два самых высоких столбика это и есть ваш поведенческий стиль самый высокий это доминирующий тип а поменьше вспомогательный нет тех людей у которых только один выраженный тип нет всегда встречаются люди у которых есть один доминирующий а другой вспомогательный поэтому чистых допустим коммуникаторов достигаторов или интеграторов аналитиков нет всегда есть всегда здесь идет смесь и все типы одинаково полезны в команде и все дополняют друг друга это понимание кто вы и кто ваши клиенты и партнеры дают эффективную работу в команде Ну и, конечно, они дают также эффективную работу и в том, чтобы подобрать команду для того, чтобы сделать качественно презентацию, для того, чтобы сделать качественно приглашение или завершение сделки. Я хочу, чтобы сейчас мы пришли к презентации, к предложению, как же идет реакция людей по данному типу и каким образом можно выстраивать свою речь и свою презентацию. Презентация для человека типа D. Какая же она будет? Речь должна быть четкой, динамичной, уверенной. Если человек, достигатор, почувствует, что собеседник сомневается и не уверен в том, что говорит, то редко он будет принимать предложение. Даже если оно очевидно выгодно, они заподозрят подвох. Если у вас будут бегать глаза или будет нечетко выраженная речь. В презентации с достигатором не нужно готовить много цифр и доказательств. Он не очень любит копаться в детали. Лучше сконцентрироваться на минимальном количестве самых сильных аргументов. Решение они принимают довольно быстро. И основное правило это главные аргументы в самом начале презентации. Если для каждого типа людей можно поставить, построить, прописать свою презентацию. И каждая презентация, презентация для достигатора важна не больше 10 минут. Иначе он покажет вам на часы и скажет, достаточно у меня мало времени. Он не любит, когда ему задают несколько длительных вопросов и также не любит открывать свою душу. Он всегда говорит, давайте, так, давайте мы приступим к делу. У меня 10 минут. Дальше. Презентация для людей категория И. Презентация должна быть визуально насыщенной, яркой и образной. И для таких людей можно давать яркие, насыщенные ссылки с красивой музыкой, с прекрасным изображением, визуализацией. Они воспринимают визуализацию. Также можно подчеркнуть роль и значение коммуникатора, да, в связи с вашим предложением. Например, как он будет выглядеть, если он приобретет доли предполагаемого проекта, да. Как он будет выглядеть в большем самоуважении перед своими друзьями, своей семье. Как высоко он сможет себя ценить в помощи или многим людям, или планеты. Какую уникальную, какую уникальную компанию он входит. Потому что для него очень важно все уникальное. И для этого человека, конечно, нужно избегать чрезмерное количество цифр и расчетов. Эффективнее нарисовать картину будущего, где человек в данной категории, да, коммуникатор, он с помощью, с помощью того, что он находится в данной компании, он будет получать всеобщее признание. Для этого человека очень важно признание, признание людей. И когда я говорю с интеграторами, когда я говорю с коммуникаторами, вот с этим типом людей, я часто делаю им комплименты. И мне важно его выслушать. Вот. Дальше. Презентация для интегратора, да, для категории «С». Она должна быть очень понятной, логичной и спокойной. Просто расскажите им, что вы предлагаете простым человеческим языком. С этим человеком важно рассказать свою простую историю, связанную с людьми, связанную с своим отношением, связанную, может быть, с какой-то общечеловеческой ценностью. И помните, что важно также показать документы и слайды, подкрепляющие презентацию. Этот человек всегда ищет гарантии. Он всегда ищет основания, всегда ищет основу, фундамент. И всегда в его, всегда в его речи это звучит, а где гарантия, а если я вложу деньги, каким образом я их могу вернуть. То есть ему действительно нужно постелить очень много подушек, очень много проломок. Не торопиться, не давить, делать паузу. Спрашивать, может быть, что он чувствует, есть ли вопросы, которые вызывают у него сомнения. И обязательно этому человеку, если он заключает договор в компании, если он приобретает доли, то этот человек нуждается в вашей поддержке. И здесь, конечно же, нужно гарантировать поддержку данному человеку. Презентация для людей с категорией С требует аналитик, требует тщательной подготовки. Вот здесь, конечно же, будьте готовы. Полностью нужно перепроверить все цифры и все расчеты. И соберите все как можно больше, всяких материалов и так далее, всяких видеороликов, ссылок, чтобы у вас все было под рукой. Чтобы они были экспертные, да, соберите также экспертное мнение тех людей, поддержки, которые вам помогут провести презентацию. Подготовьте многое в письменной форме, в нескольких экземплярах, без опечатки, с аккуратным оформлением. Эти люди также рассматривают, разглядывают также шрифт. Один знакомый, ярко выраженный представитель аналитик требовал от своих подчиненных, требовал просто, чтобы все было классифицировано, для того, чтобы все полностью было по полочкам. И классификация также, и ссылок, классификация, и всего-всего, и презентации, и материала. И эти люди, они обожают таблицу Excel. Если вы знакомы с людьми, которые эту таблицу любят, это ярко выраженный тип аналитика. Когда же завершить презентацию с теми людьми, с которыми вы работаете? Как же почувствовать, где там оно, где же заключение сделки? И как же понять, что вы достигли цели презентации? Вам подскажет, как и логика, да, так же и чувства ваши. Будьте наблюдателем. И у каждого потенциального вашего клиента появятся какие-либо сигналы об этом. Назовем их сигналы готовности. Готовности двинуться навстречу новым ощущениям, новому делу вместе с вашим предложением. Или двинуться в сторону высказывания каких-либо возражений. Что еще плачевнее, да, это в сторону, может быть, завершения общения с вами и то, что они говорят, нет. Сигналы готовности таких поведенческих типов, как Д и И, это достигатор и коммуникатор, они яркие и лежат на поверхности. Достигатор выражает свое одобрение по отношению к тому, что вы говорите или показываете краткими репликами или междометиями. Да-да, так-так, хорошо, ладно, посмотрю. Или такими «мне это нравится» или «постойте, что-то мне здесь не нравится» и так далее. Или «интересное предложение» или начинает входить в какое-либо возражение. Или он говорит «хорошо, с какого пакета можно начинать?» «Показывайте мне разнообразие данных инвестиций». Люди с... Люди, такие как интеграторы, да, они могут часто соглашаться, начинать задавать вопросы, это люди в категории С, задавать вопросы о том, что имеет значение у них после принятия решения. То есть для них очень важно это выйти в рисковую зону, да, зону новой деятельности. И здесь для них, когда только они начнут такие задавать вопросы, подскажите, а где гарантия? А что будет за тем, какое решение я приму? Как я здесь буду регистрироваться, кто мне будет помогать? Да, это также является сигналом. Это является сигналом то, что этот человек на грани принятия решения. И говорите с ним на его волне. Люди с категории С – это аналитики. Для них их могут интересовать детали. Что они говорят обычно? У меня есть к вам несколько вопросов. Все ли мы обсудили? Меня интересуют такие детали. Покажите мне, пожалуйста, договор конвертируемого займа. Я хочу изучить вот эти материалы. Могу ли я выйти на 100 вопросов, 100 ответов? Я хочу их изучить, а потом дать добро. Чувствуйте всегда в таких моментах, как вы подводите человека к завершению сделки, потому что есть именно вот такие поведения данных категорий, поведенческие, сигналы готовности поведенческих типов. Вы их обязательно почувствуете. И если вы грамотно прописали 4 презентации, то прочувствовали и просканировали тот тип людей, которые находятся перед вами, то вы можете завершить сделку, вы можете подписать человека, ввести его в партнерский договор, или что этот человек станет для вас инвестором. Так, дальше. Самое главное, что не пропустить именно вот эту вот фазу завершения сделки и не переходить на повторение и той информации, которую вы уже ему сказали. Итак, дальше. В принципе, это очень логические и логически действительно выстроенные поведенческие типы. А что говорить о построении команды? Здесь, что же движет теми людьми, которые объединяются, объединяются в команду? Все-таки мы ведем командный бизнес. Это у нас не 100% собственных усилий, а у нас к 1% от усилий 100 человек, можно так сказать. И сюда включен бонусный маркетинг. Что же помогает людям объединяться? Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. И тогда они сами построят корабль. Антуан де Сент-Экзуперин. Именно этот писатель, он выстроил, конечно же, вот такую модель видения. Чем может команда сплачиваться? Конечно, это серьезным видением. Куда они идут? И когда вы даете видение, то здесь это уже не схема в работе срабатывает, а то, что человек, человек, он видит, видит, куда он идет, с кем он идет, видит действительно миссию компании, перспективы компании. И для него это является, может быть, стимулом, стимулом в работе и стимулом также войти в команду. Так. Что такое мотивация? Чем же люди также мотивируются? И также вы посмотрите, какие же внутренние мотивации есть у вас. Что такое мотивация? Мотивация – это скажи мне, что ты хочешь. Есть основные виды мотивации. С чем мы сюда пришли, или те люди, которые идут за вами. Это стремление к благополучию, к деньгам. Дальше есть такая мотивация, как оставить наследие детям. Служение, помощь, восстановление справедливости, баланса в обществе. Есть также борьба за экологию, карьера, успех. То есть это те мотивации внутренние, что человек может двигать. Как узнать, что мотивирует? Можно задать вопрос человеку. Что для тебя важно? И послушай, что человек отвечает. Самое главное, что не надо отвечать и говорить за него. То, что мотивирует его, это его личное. То, что мотивирует вас, это вас. И самое главное, чтобы найти его мотивацию, а не следовать за вашей мотивацией. потому что я встречала тех людей, которые с достигаторами, допустим, говорят мотивации интегратора. Если говорить сразу же человеку, который готов служить, помогать, говорить о карьере, об успехе, он может замкнуться, он может скажет, извините, это не для меня. Также можно спросить человека, где ты видишь себя через 5 или 10 лет? Где? В каком месте? С какими людьми? Может быть, в каком деле? Дальше, каким ты видишь себя в обществе? И это тоже показывает, что человека мотивирует, что мотивирует вас. Вы можете также записать эти вопросы и также их проработать. В нашей компании СВСИ есть объединяющие марафоны. Ваш выигрыш выигрыш команды. И вот в этих объединяющих марафонах я также, в одном из них я также участвовала. И вы сможете здесь увидеть, что мотивирует людей быть в команде, что мотивирует людей присоединиться и с большой душой работать, говорить с людьми, создавать здесь для себя атмосферу бизнеса, двигаться вперед. И мотивация, она различная, но может быть, что у нас может быть одинаково. У нас могут, мы можем быть единомышленниками и мы можем идти, да, нас могут объединять какие-либо ценности. Ценности это скажи мне, что тобой движет. Так вот, что движет тобой? И какова же роль ценности в нашей жизни? Очень многие люди, они притягиваются по ценностям. И также и команды многие строятся по ценностям. Я вам приведу такой пример, допустим, я беседовала, беседую со своим партнером и говорю в прошлом году, ты знаешь, я хочу поехать на экофест, я приглашаю всю свою команду, я говорю ей о такой ценности, как встреча с группой, встреча с прокатиться на транспорте, а это человек-инвестор на транспорте. Также говорю о том, чтобы послушать генерального конструктора, объединение, ценность, единство, дух. Я это говорю через себя, потому что для меня ценности присоединения к великой компании, ценность путешествия, сама по себе поездка, она важна. Человек, он слушает и слушает и говорит, да, это хорошо, все отлично, хорошо, но и говорит свою собственную, свою собственную ценность. Я посмотрю, будет ли у меня семья здорова, что будет в данный момент с моей зарплатой, потому что мне нужно купить своим детям школьную форму и так далее. И я вижу, что ценность человека это семья. И все, что он делает, даже инвестиции, все это как создает наследие для своей семьи. И он свои деньги он не потратит на путешествия. И вот это и хочу сказать, что у меня я это принимаю. И самое главное, чтобы мы не критиковали таких людей и не отдаляли от себя. Ваши люди, они будут вместе с вами по ценностям они будут и путешествовать, ездить на экофест, и они будут также самозабвенно проводить презентации и говорить о компании и говорить дальше, приглашать на встречи и обучаться. И посмотрите, может быть, сейчас это подходит такой момент, чтобы смотреть в вашей команде людей по ценностям и создать серьезное объединение. Два, три, пять, десять человек это уже серьезная команда. Вы строите свою жизнь осознанно, видя наперед ближайшие далекие перспективы, потому что именно ценности они позволяют вам это делать. Вы получаете энергию от реализации желаний, чувствуете счастье, потому что когда вы двигаетесь по ценностям, это идет совпадение с вами, идет в точечку, в яблочко, да, нужно так сказать. и таким образом это ощущение счастья, оно находится рядом с вами, то, которое дает энергию. Вы можете жить по своему предназначению, когда идет совпадение вашего дела и вашей ценности. Имейте вдохновение достигать и творить в каждый момент жизни. То есть когда вы идете по своим ценностям, то есть вы не преодолеваете сопротивление. В таком случае можно сказать, что здесь еще включаются у вас нематериальные мотивации. Сама по себе нематериальная мотивация, она очень ценна для построения серьезной компании. Когда люди, они объединены общей идеей, когда они имеют фундамент и в таком случае они знают, что движет и компания, что движет и нет. Вот если рассмотреть, что такое ценности, да, это можно обратиться к пирамиде на слово. Наверняка вы все как грамотные люди уже несколько раз обращались и рассматривали, что вот эти то, что потребности каковы же потребности человека, да, это физиологические потребности, потребность безопасности, потребность принадлежности, дальше потребность призвания, потребность самовыражения, и отсюда же как раз исследуют, какие же, на каком же уровне логической, да, пирамиде маслоу, на каком логическом уровне находитесь вы, и здесь важно посмотреть также свои зоны роста, на какой уровень я хочу перейти. Как только вы переходите на другой уровень, начинает также меняться ваше окружение, также начинает меняться и ваше взаимодействие с людьми и уровень самореализации действительно это говорит о том, что вы можете повести людей, потребность самовыражения, вы можете повести за собой очень большую команду, потому что это идет объединение людей по многим ценностям, да. Если вы просто находитесь на уровне физических потребностей, то люди с такими ценностями, как потребность самовыражения вряд ли пойдут за вами. Даже те люди, которые имеют потребность в безопасности. Для нового партнера очень хорошо, есть у вас уже новые партнеры, включились, вы поработали с ними на презентации, на личных встречах, вот что для нового партнера важно? Важно чувствовать себя частью общего дела. И командная работа, она имеет множество особенностей для человека. Также это включает ряд обучений, ряд вебинаров, дальше включение в систему работы компании, это подключение, конечно же, во многих чатах, получение информации, самообразование, действия, взаимодействие со спонсорами, взаимодействие с единомышленниками. И здесь, конечно, все имеет собственные нюансы. И тот человек, который имеет позитивное отношение, тот человек, который проявляет, попал именно на уровень ценностей высоких, этот человек, он, я знаю таких людей, которые во многих чатах, они ведут за собой, ведут за собой, а также ведут различные вебинары. А задача спонсора сформировать среду для формирования новых лидеров. Какова же среда, которая формируется в компании сейчас? Формируется среда для того, чтобы люди были более инициативны. Сама по себе инициативность. Среда для формирования новых лидеров в вашей команде какая? Это, конечно, может быть давать поручения, давать задания, создавать самостоятельность среди людей. Я знаю прекрасно, что в командах есть разные типы руководства. Некоторые являются как няньки для своих людей, некоторые как погоняло, а некоторые просто информационные доноры и некоторые просто звезды. Так посмотрите, что такое создание команды, что такое единство вашей команды. Методы, методы, какими методами? Есть вебинары по публикации, очень хорошие, в которых полностью описаны методы работе. Вы можете поднять эти материалы на вебинарах и еще раз прослушать, посмотреть. Я также проводила, также и мои коллеги тоже проводят вебинары по публикации. Семь задач спонсора. Это определение цели, список имен, планирование времени, приглашение на встречу, презентация, сопровождение, обработка возражений. Когда вы желаете создавать команду, то, конечно, в таком случае очень важно ваше планирование и методы в работе. В таком случае вот то обучение, которое дается, оно даст очень хороший старт для эффективной команды. И я хочу вам сказать, что такое дублицирование, почему важно как раз повторение тех методов. Может быть, методов. Повторить, может быть, человека, его индивидуальность очень трудно, но повторить методы в работе, да, это возможно. Со своей собственной харизмой, конечно, там, со своим типом личности. Вот. Дублицирование, это означает удвоение. если посмотреть в MLM, дублицирование, оно распространяется в глубину структуры и позволяет вырастить ее до неограниченных размеров. Вот именно дублицирование и растет команда. Если вы просто-напросто делаете продажи и не работаете с людьми, команду не создаете, то вы просто работаете самостоятельно, все завязано на вас. только вы приболели, как уже нет доходов, люди не работают, вы не передали кому-то эстафету, не научили человека работать. Вот. А система дубликации, она важна для того, чтобы вырастить людей действующих, создать новых лидеров, мастеров и как говорил Бенджамин Франклин, скажи мне, и я забуду, учи меня, и я могу запомнить, вовлекай меня, и я научусь. И само по себе система вовлечения, она, конечно же, самая эффективная. Действуй, и люди за тобой пойдут. как делаю я, да, может сделать другой человек. Если я просто буду говорить и не делать, то так же все будет, как обоцин и ныне там, можно так сказать. Что важно, да, это создавать игроков и не просто клиентов. Почему это важно? Потому что, если вы ставите для себя крупные цели, то это уже идет ваш доход. И здесь сейчас вы уже создаете благополучие. Как для своей семьи, так же и действительно даете новых и новых игроков для компании. Карьерный рост. Насколько вы рассматриваете для себя квалификацию? Выйдите на сайт и скачайте пожалуйста, что такое маркетинг. Рассмотрите, что дает для вас квалификация. Один из лучших маркетингов, потому что именно данный маркетинг мне очень нравится в каком плане. То, что здесь ты заточен работать с людьми, не концентрируешься на том, чтобы каждый месяц повторять собственную квалификацию. Ты ее строишь квалификацию один раз, а дальше ты помогаешь людям строить их квалификацию, помогать в этом. Ну и, конечно, это очень прибыльный макетинг. Посмотрите, сколько уровней оплачивает компания. Участие в акциях компании, которые приводят к увеличению сети. Мотивация успеха есть это левел апт. Набирайте баллы и получайте призы. Кто из вас включен в данную мотивацию, в мотивацию успеха? Выйдите на сайт и посмотрите, пожалуйста, что предлагает вам компания. Сколько людей, которые стремятся стать достигаторами, сколько людей, которые разделяют массу призов, которые компания выделила в призовый фонд. Обратите на это внимание. Господа, и в завершении я хотела сказать, что есть в команде, то есть команда сама по себе, это принцип рычага. Есть точка опоры вы и ваша команда. которая работает в одной системе. Вот посмотрите, что такое сила рычага. Для того, чтобы поднять инвестиции, для того, чтобы поднять компанию, поднять стартап, важна сила рычага. И вы, конечно же, точка опоры. А сам рычаг это цели, знания, наставничество, время, действия, технологии. И, конечно же, всей командой можно поднять очень серьезный бизнес и также передавайте, работайте над тем, чтобы ваши люди, они включались в систему развития компании, систему обучения. И если есть вопросы, то пишите, я могу ответить. Я знаю прекрасно то, что многие люди, они смотрят вебинары в записи, и я вам желаю успехов, я вам желаю удачи и сильных и серьезных команд. И еще я рекомендую, какие есть рекомендации к чтению. Посмотрите, есть, может быть, те книги, которые помогут каждому из вас стать харизматичной, харизма лидера. Это о лидерстве, как вести за собой людей, как выражать себя, Радислав Гомбатас. Мечтай, создавай, изменяй. Сара Лейси. Эта книга, она очень интересная. Это как раз молодые предприниматели меняют мир и зарабатывают состояние. Стратегия молодых людей, соединение в команду. И это стратегия мечтателей, которые с вами будут перекликаться по ценностям. Также классика, есть классика, шеф и его команда. Если вы хотите знать ценности развития команды, добро пожаловать Джон Макс. Дальше, шеф и его команда. Да, это Константин Борисов, это наш современник, это великолепный предприниматель, который проводит команды образования и работает серьезными компаниями, выходит, выводит их на командное обучение. Почитайте здесь, очень интересные принципы, современные принципы, они будут кликаться с вами. Вот, стратегии великих компаний. Эрик Эрик Алленда. Здесь вы получите для себя развитие, вы прочувствуете, где вы находитесь и прочувствуете миссию, миссию и создание великой компании, такой как Skyway, но и, конечно же, вы можете прочувствовать какую-то принадлежность к самой по себе созиданию. Вот, и еще последнее, то, что я вам хочу подсказать, я сейчас поработала по материалам книги, как оказывать влияние на людей и в жизни и в бизнесе. Это Дмитрий Козлов, он очень четко описывает систему дисков. взаимодействие со всеми типами, также и слияние, это великолепная книга, для лидеров менеджеров и менеджеров, и здесь вы станете просто профи. Рекомендую, она в электронном варианте. А сейчас я хочу пожелать еще раз вам удачи, успеха, создания крупных, сильных, серьезных команд в компании и своей. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Продолжение следует...